Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Шесть студентов были завербованы в ИГИЛ. Чем увлекается молодежь – вопрос не праздный. Об этом мэр Сочи говорил с руководителями сочинских вузов и колледжей. Не смог поддержать порядок на пляже – попрощайся с арендой. Нескольким предпринимателям отказали вправе работать там следующим летом. Надежда вернулась в строй. Парусник после ремонта в Амеретинском борту присоединился к регате. В Сочи состоялся большой осенний концерт Юрия Башмета. На нем презентовали программу зимнего фестиваля. Спортивные площадки появятся в парках и скверах каждого района Кубани. Такую задачу поставил Вениамин Кондратьев. Подробнее наши краснодарские коллеги. Модное сегодня среди молодежи увлечение в воркаут. С английского переводится просто – тренировка. Сложного в плане оснащения здесь действительно ничего нет. Турники, брусья, шведская стенка. На базовых физкультурных снарядах, работая с собственным весом, атлеты выполняют эффектные гимнастические трюки. Популярность эта дворовая дисциплина как раз и получила из-за своей доступности. Площадки для бесплатных занятий можно поставить в любом месте. Отличные обороты назад. Доступности именно массового спорта говорил сегодня Вениамин Кондратьев. Губернатор уверен – это не второстепенные вещи. От занятий физкультурой зависит спортивный потенциал жителей региона. В Крае продолжат развивать специальную инфраструктуру для физических нагрузок в шаговой доступности, что называется, не отходя от дома. Уличные спортивные комплексы для Краснодарского края, где много теплых дней, отличный способ заниматься спортом практически круглый год. Поставить такую площадку стоит недорого, зато заниматься смогут все, кто захочет. А что сейчас тренируешь конкретно, какие группы мышц? Сейчас я тренирую грудь, трицепс, выполняю третий подход. По сути, такие площадки – это небольшой фитнес-зал с бесплатным абонементом. Бесплатные тренировки будут проходить и в малобюджетных спортивных комплексах. Для Кубани новый формат. По сути, это спортзалы для игровых видов с базовым набором инвентаря. Строить подобные центры будут в тех местах, где уже есть коммуникации, чтобы избежать лишних затрат. В следующем году в Крае должны появиться 20 таких комплексов. Вениамин Кондратьев попросил глав районов и городов со всей серьезностью отнестись к выполнению этой задачи. Глава района или, допустим, глава станицы, но воспринимайте детей как своих просто. И подумайте, вот если бы это были ваши дети, где бы они гуляли, где бы они вечер проводили, где бы они день проводили. Коллеги, в этом случае, я уверен, деньги уже, мне кажется, с большим эффектом бы находились. Просто здесь как-то воспринятие этой проблемы как просто текущая проблема должности. Ну, я еще раз подчеркиваю, просто относиться ко всем детям, как к своим. Вот и все, что сегодня нужно для того, чтобы эту проблему сдвинуть. По развитию физической культуры Краснодарский край в прошлом году занял первое место среди всех регионов страны. 43% жителей Кубани занимаются спортом. Каждый второй ребенок посещает секции. Естественно, для такой работы нужен грамотный тренерский персонал. Поддерживать выпускников спортивных вузов в крае будут и дальше, несмотря на оптимизацию бюджета. 80% молодых тренеров пошло в наши детские спортивные школы и центры спортивной подготовки. 80% выпускников именно краевых. И самое главное, что с краевого бюджета мы доплачиваем 4000 рублей, Венимирович, каждому молодому тренеру, который пришел именно после окончания. Спорт тренирует не только физическую подготовку, замечает губернатор, но и формирует активную жизненную позицию, очень нужное качество. И неважно, где ты живешь, в мегаполисе или станице. Но если в городах у молодежи больше вариантов, чем себя занять, то на селе физкультурные залы и секции носят, можно сказать, стратегический характер. Только создавая комфортные условия, можно заставить молодых людей оставаться в своих станицах, хуторах и поселках. Для меня первая задача глава муниципальных образований, имеющуюся спортивную инфраструктуру, держать открытой как минимум 21.00. Чтобы дети, которые живут вокруг этих школ, где есть спортзалы, имели возможность прийти в эту школу, в спортзал, даже вечером, в неурочное время. Имеющуюся спортивную инфраструктуру давайте использовать на все 100% и даже больше. И создадим то, что вам по карману еще спортивные площадки открытого типа, в парках, скверах. А дальше будет второй этап. Будем продолжать строить крытые уже спортивные комплексы, маленькие, большие. Это сегодня государственная задача. И вы сами без меня ощущаете эту потребность сегодня населения к спортивным объектам. Потому что это есть то, что называется в народе активный образ жизни. Стороной не обойдут и большие спортивные комплексы с бассейнами и тренажерными залами. Те проекты, которые уже начали возводить, обязаны достроить, подчеркнул губернатор. Сейчас в приоритете семь таких центров в разных районах края. Развитие материально-технической базы уже принесло свои результаты. Больше тысячи кубанских спортсменов ходят в различные сборные России. Хотя всего несколько лет назад их было чуть больше 200. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Глава города Анатолий Пахомов провел совещание по общественной безопасности с руководителями сочинских вузов и СУЗов. На совещании присутствовали представители спецслужб. Речь шла о мерах по профилактике экстремизма и терроризма среди сочинских студентов. В Сочи чуть больше 20 высших и среднеспециальных учебных заведений. В них обучается 7700 студентов. И кто, как ни преподаватели, должны знать, что происходит в студенческой среде. Анатолий Пахомов напоминает, по информации компетентных органов, 6 студентов были завербованы в Международную террористическую организацию ИГИЛ, запрещенную в России. Пресечены попытки выезда из Сочи за границу 4 граждан России и 6 граждан Узбекистана. Эти люди ехали не на отдых, а к террористам. Педагогам объясняют, миграционные потоки в Сочи будут продолжаться и следить за тем, с кем общается молодежь и чем занимается требование времени. В работе с молодежью такие критерии, как плохо, хорошо, полезно, вредно, не работают. Опыт показывает, что эффективно работает только один критерий – модно. Если модно слово патриот, то молодежь это будет воспринимать. Так вот нам надо сделать, чтобы было модно у молодежи, у нашей молодежи с вами, слово патриот. Для того, чтобы найти себе увлечение и увлечение полезное, у сочинских студентов есть все возможности. В городе работает масса спортивных секций и творческих студий. Рады молодежи и в волонтерских центрах. Тем более сейчас Сочи активно готовится к чемпионату мира по футболу. И без молодых помощников здесь не обойтись. Накануне поздно вечером в Сочи чувствовались подземные толчки. В 22.28 у кого-то качалась люстра, слегка двигались легкие предметы, а кто-то не почувствовал ничего. Однако землетрясение, пусть и небольшое, все-таки было. Эпицентр находился в море неподалеку от Сухума. Магнитуда 4,6 балла. Те, кто к этому времени уже спал, толчков не почувствовали. Разнятся ощущения и у жителей разных районов Сочи. Тем не менее, не сильные землетрясения для молодых кавказских гор – это норма. И скорбная новость. Сегодня утром после продолжительной болезни скончался легенда циркового искусства Мстислав Запашный. Он умер на 79-м году жизни в сочинской больнице номер 5. В конце августа на фоне трех предшествующих инсультов и инфаркта головного мозга Мстислав Михайлович поступил в больницу номер 3, где ему была проведена успешная операция по поводу грыжи. Затем, в связи с прогрессированием основных заболеваний и необходимостью круглосуточного медицинского наблюдения, 6 сентября артист был переведен в отделение палеоативной помощи горбольницы номер 5. Здесь в течение двух недель проводилась вся необходимая терапия. Сегодня утром произошла остановка сердца. Известный на весь мир дрессировщик народный артист СССР в последние годы с семьей проживал в Сочи. С 1992 по 2003 год, не прерывая артистической деятельности, являлся художественным руководителем и директором сочинского государственного цирка. В своей артистической деятельности он был известен на весь мир. В 1977 году Мстислав Запашный создал единственный в мире спектакль, в котором слоны и тигры оказались в одной клетке. Аттракцион был достоин Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства в 1996 году. В 1991 году он поставил героико-исторический цирковой спектакль «Пантомиму Спартак», который по своему масштабу постановки не имеет аналогов в мире. По решению семьи Мстислава Запашного похороны будут организованы в Москве. И мы сейчас, администрация города, по поручению главы города оказывают полное содействие семьи Запашных в организации похороны. Мстиславу Запашному было 78 лет. Ну и как стало известно чуть позже, сочинский цирк назовут именем Мстислава Запашного. С таким предложением выступили Эдгард и Аскольд Запашный, племянники дрессировщика. К другим новостям. Арендаторами сочинских пляжей могут стать предприниматели со всей страны. Они заменят некоторых местных, которые в этом летнем сезоне не справились со своими обязанностями по обслуживанию пляжных территорий Большого Сочи. Сегодня в администрации города озвучили название пляжей, с арендаторами которых муниципалитет расторгает договор. Несмотря на время года, руководство курорта уже сейчас начинает подготовку 151 километра сочинских пляжей к новому купальному сезону. Летом 2017-го их в южной столице будет больше обычного. В этом сезоне отдыхающим усочинцам были доступны 67 пляжных территорий. Арендаторы 20 из них требования от так называемого пляжного паспорта не выполнили. Это выявили ежедневные мониторинги. Среди попавших в черный список пляжей Аше, Фламинго, Дагомыс, пляж Санаторий СССР, Взморье, Лагуна, Марсель, Головинка, Горный воздух, Мариса Тореза. Главные нарушения – изношенное пляжное оборудование, нехватка раздевалок, отсутствие матросов-спасателей, сотрудников ЧОПов, камер видеонаблюдения. А на некоторые пляжные полосы по-прежнему заезжают автомобили. А это сегодня в Сочи недопустимо. В следующем году работа будет построена. Иначе, заявляют власти города, арендаторы будут проходить более жесткий отбор и соблюдать новую концепцию единого архитектурного облика сочинских пляжей. Конкурс будет обливан по всей стране. Все желающие будут подавать заявление. Мы будем рассматривать проекты благоустройства пляжей. На этой комиссии будет принято решение о расторжении договоров, либо о том, чтобы выставить нашим пляжникам дополнительные требования, и для того, чтобы в следующем сезоне избежать нарушений, которые мы выявляли в этом. Благодаря работе на пляжах сотрудников ЧОПов там снизилось количество краж. В прошлом году в полицию поступило 103 обращения, в этом в три раза меньше. Безопасность прежде всего отмечает заместитель главы случая Олег Ясюк. Что же касается внешнего облика, то и здесь требования для всех одинаковые. Новое оборудование, чистота и порядок. Об остальном позаботятся городские власти. Большую работу будем проводить по отсыпке пляжей. Мы понимаем, что на следующий год приедут столько же отдыхающих. И мы видели, что на самом деле пляжных территорий не хватает. Но у нас есть огромный потенциал. Это и в Хостинском районе, и в Адлерском районе. У нас сейчас ведутся переговоры и с РЖД по электричкам, также с экскурсионными фирмами, которые будут возить на пляжные территории вновь созданные. Очередное заседание комиссии по благоустройству пляжей Сочи через месяц. Именно такой срок дается на работу над ошибками тем арендаторам, чьи нарушения признаны незначительными. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи продолжается борьба с зарплатами в конвертах. Накануне в городской администрации прошло заседание межведомственной комиссии, на которую были приглашены теневые предприниматели. По поручению главы Сочи Анатолия Пахомова количество контрольных групп по выявлению неформальной занятости на курорте было удвоено, а значит и усилилась работа в районах в этом направлении. В ходе мониторинга были выявлены около 400 так называемых теневых предпринимателей, которые уклоняются от выплаты налогов и выдают зарплаты работникам в конвертах. Такие нарушения выявлены практически во всех отраслях – строительство, транспорт, торговля, санаторно-курортный комплекс и других. Нарушители законодательства были приглашены в городскую мэрию на заседание межведомственной комиссии. Вы делаете нищими пенсионерам, которые потом, после того, когда оформляются на пенсию, получают пенсию по безработице, начиная с 6 тысяч рублей до 10 тысяч рублей, прожиточный минимум – 10-800. У нас в городе Сочи их 41 тысяча таких пенсионеров. Они стали нищими пенсионерами исключительно по вашей вине. От жажды наживы пострадает и сам руководитель. По сведениям Государственной инспекции труда Краснодарского края, в Сочи проверку не прошли более 130 предпринимателей и юридических лиц. По результатам ревизии составлены административные штрафы на сумму около 10 миллионов рублей. Права трудящихся не соблюдал и руководитель одной из точек общепита по улице Островского. За пять месяцев работы столовой, где трудились несколько официально нетрудоустроенных людей, предпринимателю пришлось заплатить немалый штраф – 120 тысяч за каждого. Зато теперь выводы сделаны. Надо будет как-то придумать, чтобы даже если там на неделю пришел человек, чтобы у него было все оформлено. Не все ли будет оформлено, чем потом попасть в платежную. Штрафы административные, даже уголовная ответственность ждет всех недобросовестных работодателей. Неформальная занятость может нести за собой и опасность. Ведь устраивая на работу человека без оформления документов, работодатель не может быть уверенным в безопасности своего коллектива. По данным полиции, в ходе работы ревизоров в Сочи были найдены преступники, находившиеся в федеральном розыске. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Сочи вышел в лидеры в борьбе за право оказаться на новых банкнотах. Курорт занимает второе место, набрав почти 170 тысяч голосов. Кандидатуру в Сочи поддержали вице-премьер Дмитрий Казак, известный композитор Игорь Крутой, олимпийские чемпионы Виктор Анн, Аделина Сотникова и Елена Веснина. В качестве изображений для новых банкнот Сочи предложил два олимпийских объекта. Горный курорт Роза Хотор и стадион Фишт. Конкурс по выбору изображений завершится уже 7 октября. Борьба за победу между десяткой городов становится достаточно жесткой, а разрыв между лидерами голосования ничтожным. От занявшего третье место Севастополя Сочи отделяет менее 3000 голосов. Помочь олимпийской столице оставаться в лидерах и оказаться на купюрах может каждый. Для этого достаточно проголосовать на сайте твояроссия.рф. Несмотря на дождливую погоду, сочинцы, в том числе группы школьников, устремились сегодня в район Морпорта. Там проводились экскурсии на корабли, которые прибыли в наш город в рамках черноморской регаты больших парусников. Подробности у Елены Овсециной. Все, кто в этот час оказался на Северном Малу, были заинтригованы. Ждали еще одного участника регаты. И вот судно показалось на горизонте. Остальные корабли сразу стали приветствовать Надежду. Поросник Надежды получил повреждения во время шторма и отстал от регаты. И вот сейчас он заходит в порт Сочи, чтобы присоединиться к другим кораблям и вместе принять участие в общем параде парусов 25 сентября. Трехмачтовый корабль «Надежда» из Владивостока. Он был построен по типу парусных судов начала 20 века. В красных куртках на реях курсанты Морского госуниверситета. Для них, как и для участников регаты с корабля «Херсонес», это прежде всего гонка, соревнования. У капитанов на этот счет свое мнение. Да, это прийти первым – это, конечно, желание такое. Умение работать экипажу. Экипаж, чтобы был подготовлен, чтобы победить надо. У нас экипаж молодой, всего неделю в море, поэтому мы будем стараться, стараемся. Корабль «Херсонес», приписанный к Севастопольскому порту, только что капитально восстановлен после 10 лет простоя. Судно было практически заброшенное, даже заржавевшее. И вот теперь красавец-корабль бороздит просторы Черного моря. Сочинцы и гости курорта, конечно же, стараются запечатлеть себя на фоне парусной флотилии. Покупают различную морскую атрибутику, в том числе пилотки и билеты. Семья Терентьевых из Перми на отдыхе в Сочи мечтала о солнце, но сегодня их отдых разнообразила совсем другая прогулка. Маленькая погода, но, как говорится, у природы нет плохой погоды. Все нравится. Ребята, вам нравится? Да. Ну, нам тоже все нравится. Ребята довольны, мы довольны. Здесь же среди сотни гостей черноморской регаты больших парусников известный сочинский яхтсмен Владимир Арбузов. Большой парусник – это вообще что-то, это фантастика. Дело в том, что кажется со стороны, может быть, что это, ну, прошлая техника и так далее, и так далее. На самом деле эта техника не менее сложная, чем современные корабли. Там очень много механизмов. В пятницу еще один день с 10 до 18 часов можно будет подняться на борт легендарных парусников, ударить в рынду, пообщаться с членами экипажа и, может быть, даже почувствовать себя капитаном корабля. И в воскресенье парусники возьмут курс на Варну. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». И продолжаем. Сочинская камерная филармония открыла очередной концертный сезон в художественном музее. Продолжая цикл концертов под названием «Музыкальный пленэр», струнный квартет имени Рахманинова и солисты филармонии представили программу «Рафаэль». Под аккомпанемент шедевров европейского музыкального искусства на мультимедийном экране были представлены полотна великого итальянского мастера. Каждый раз, как каждый проект и каждая программа для музыкального пленэра, она тематична, она актуальна, и она опять-таки свежа и нова. И в этом втором сезоне мы будем радовать и гостей, и жителей города-курорта Сочи абсолютно новыми, уникальными явлениями, явлениями такого музыкального, художественного синтеза в этих изумительных, прекрасных стенах. Поэтому мы ждем всех, ждем всех на наших концертах. Впервые в концерте цикла «Музыкальный пленэр» прозвучала не только инструментальная, но и вокальная музыка. Имя Рафаэля не случайно стоит в премьерной афише нового сезона цикла «Музыкальный пленэр». В сентябре в Москве открылась выставка «Рафаэль. Поэзия. Образа. Произведения из галерей Уфицы и других собраний Италии». Экспозицию из восьми полотен мастера в столице сопровождает программа концертов и лекций под названием «Итальянский сентябрь». Сочинская камерная филармония решила внести свой вклад в российско-итальянское культурное сотрудничество. Накануне в Сочи состоялся большой осенний концерт Юрия Башмета. Он прошел на курорте уже в третий раз. Главный герой вечера – камерный ансамбль солисты Москвы под руководством самого маэстро. В этом году у коллектива «Юбилей» ему исполняется 25 лет. Музыканты исполнили известные произведения Моцарта, Вивальди и Баха. Участниками концерта также стали как прославленные, так и молодые, одаренные музыканты. На Большом осеннем концерте огласили и программу юбилей новозимнего фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи. Он пройдет в феврале. Специально для него будет написано несколько музыкальных произведений, в том числе и молодыми композиторами. Когда Мдаен попадет, пусть не совсем еще доработанно в деталях, но когда он попадет в эту десятку, то, конечно, мы его будем немедленно исполнять. Поэтому мы ждем молодых, и очень многие для нас пишут. Пишут, и какие-то премьеры бесконечно происходят. Мы считаем, что фестиваль Юрия Башмета – это удачный старт, который привел к тому, что сегодня многие хотят назвать наш город еще и музыкальной столицей. Это действительно та работа, которая привела к тому, что в городе Сочи появилось очень много любителей классической музыки. В честь юбилея программу зимнего фестиваля искусств решили расширить. Организаторы добавили еще одну концертную площадку. Это будет один из горнолыжных курортов Красной Поляны. А сегодня в Сочи стартовал первый международный оперный фестиваль имени Галины Вишневска, великая русская певица, народной артистки СССР. Перед открытием организаторы и участники фестиваля ответили на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции. Открылся фестиваль уже сегодня и продолжится до 25 сентября. Всех любителей классики ждет четыре музыкальных вечера, рассказала Ольга Ростропович, дочь Галины Вишневской. В программу включены арии и сцены из опер, многие из которых входили в репертуар великой русской певицы. Так, завтра на сцене зимнего можно будет посмотреть оперу Верди Регалетта с трансляцией перевода на специальной светодиодной строке над сценой зимнего. Это такая инновация. 24 сентября в программе фестиваля благотворительный концерт «Волшебный мир музыки» для детей и санаторно-оздоровительных лагерей края. Завершится фестиваль 25 числа одной из любимейших опер Вишневской – Иоланта. Продумывая и составляя программу фестиваля в Сочи, я поняла, что его главными действующими лицами, участниками, я имею в виду участников фестиваля, должны стать солисты и оркестр Центра оперного пения, который мама создала в 2002 году и который стал смыслом ее жизни на протяжении заключительного этапа ее жизни. У нас многочисленные мероприятия очень высокого ранга проходят, но мы сегодня, благодаря Ольге Сиславовне Росраповичу, сегодня имеем более такой важный, будем говорить, патриотичный проект. Мы можем сказать, что опера в Сочи присутствовала когда-то, но мы не можем сказать, что такой проект у нас когда-то был. Добавлю, что 25 октября Галине Вишневской исполнилось бы 90 лет. В честь этого юбилея в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных культурных центрах России проходят мероприятия, посвященные легендарной певице. Оперный фестиваль в Сочи должен стать яркой страницей в этом широкомасштабном музыкальном приношении, считают организаторы фестиваля. Золотый бархат высокого сезона представлен в Сочи. Сегодня в Гранд-отеле «Жемчужина» открылась юбилейная международная выставка ювелирных изделий и фэшн-индустрии «Золотой сезон-2016» и фестиваль народных мастеров и художников России. Десятая юбилейная выставка «Золотой сезон» и фестиваль народных мастеров и художников России объявляется открытым. Десять лет на этой выставке встречаются ведущие предприятия ювелирной отрасли и модной индустрии, торговые, компании, розничной и оптовой сети. Юбилейная выставка, организованная лауреатом премии «Российский национальный олимп» в компании «Соуд» сочинские выставки, собрала на своей площадке около 70 производителей ювелирной продукции. Наш девиз – хороших контрактов и хороших контактов. Мы должны встречаться чаще, потому что у нас город Сочи – это витрина мира. То, что сегодня находится в городе Сочи, увидит весь мир. О драгоценности всего мира представлены на выставке «Золотой сезон-2016». Это последние новинки и уникальные изделия фэйшн-индустрии, бренды ювелирной моды, авторские изделия из серебра, золота, драгоценных и натуральных камней, эксклюзивные украшения от компаний-производителей, а также сувенирная продукция. На выставочной площадке будут невысокие цены, будут акции, будут скидки, будут розыгрыши. И не только от наших участников, а также от нашей компании, как компании-организатора. Ежедневно в 15 часов мы проводим розыгрыш подвески с бриллиантом, тура на Красную Поляну с посещением аквапарка, а также другие ювелирные изделия. В программе выставки также пройдет международный конкурс «Золотой сезон», шоу-показы, мастер-классы, а также фестиваль народных мастеров и художников России. Выставка продлится до 25 сентября. Время работы с 11 до 19 часов. Вход свободный. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, шторм на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.